Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите следующее. Полгода назад я общался с парнем-коллегой. Общались, шутили, но это было временами и не часто. Потом я приехал в другую страну по работе, он тоже иногда тут приезжал по работе. Был небольшой флет, он приглашал меня на ужин, он даже давал местную валюту, так как я не могла её сама купить. Когда я заболела, пытался я приезжать за порт, ему нужны лекарства и прочее. Были поцелуи, романтика, но в один день он просто резко прекратил общение, ни с того ни с сего. Я позвонил несколько раз, он не взял трубку, потом и вовсе пропало. Если где-то видел на работе, то я понимал, что он старается меня избегать, я переживала, потом успокоилась. Потом меня прямо спросила, почему он перестал со мной общаться, и он что-то наплёл, что у него сломался телефон, и он был весь в работе. Самолюбие мне было ущемлено, причём я занимаю хорошую должность, а он обычный специалист. Потом я иногда его ещё встречала, просто привет-привет, и на этом всё. Он продолжал приезжать к нам в командировку, а тут как гром среди ясного неба, я узнала новость, что он приезжает к нам на постоянку, и мы дали хорошую должность. Я очень расстроился, не хочу с ним пересекаться, я из-за этого сильно переживаю, что он так резко меня заигнорил, чувствую теперь перед ним свою ущемлённость, что ли дальше, я бы это так назвала. Неприятно мне, как мне по-другому посмотреть на данную ситуацию, как изменить к ней и к этому парню отношения, чтобы у меня не было таких деструктивных чувств. Как мужчина у меня особо не нужен, сильно младше, и вовсе был без должности, да и нет к нему никаких чувств. Такой вопрос. Ну что же, на несколько вещей, пожалуй, я бы здесь обратил ваше внимание. Во-первых, совершенно очевидно, что ваша история с ним, история вашего взаимодействия с ним – это история вашего вложения. То есть, начиная с ним отношения, взаимодействуя с ним, когда вы, на мой взгляд, в какой-то момент, судя по тому, что мы можем видеть, начали вкладывать, вот, чересчур много своей активности, вот, начали, возможно, вкладывать что-то из своей ценности, вот, и это, и именно это привело к тому, что вы, когда он вас начал игнорировать, почувствовали довольно сильно неприятно. То есть, на мой взгляд, в, ну, в ваших вот, венодействиях с ним присутствует нарушение личных границ. То есть, у вас появилась надежда на что-то, но эта надежда была, судя по тому, что вы описываете, и судя по тому, что мы видим, это была не просто надежда, а это было именно, ооо, что называется, ммм, постановление буквально мной, как он www. ellernadeeel en är свои ценности. Вот. То есть, как, то есть, как, то вот, здесь оказалось замешано ооо, судя по тому, опять же, что мы видим, ооо, вашей ценности. Вот. Как это произошло, да? Каким образом это произошло? Как это случилось? Нужно выяснять. Лично я думаю, что здесь систематично, снова и снова проявляется некоторая ваша такая, если можно так выразиться, это склонность или тенденция к обесцениванию, обесцениванию своих чувств, своих эмоций, своих переживаний каких-то. Возможно, мужчина на самом деле вам был куда более, может быть, дорог, чем вы пытаетесь, скажем так, представить. Вот. И, возможно, вы увлеклись в отношения с ним, опять же, куда больше, чем вы пытаетесь описать. Вот. Ваше ущемление, то, как вас это задело, самолюбие ваше, ущемленное, здесь, на мой взгляд, действительно принизилось, но принизилось за счет того, что вы изначально, вероятно, что изначально, изначально были не слишком, как бы, в себе, на мой взгляд, уверены. То есть вы изначально в этой ситуации уже были в какой-то такой вот, ну, уязвимой, что ли, позиции, неуверенной, что ли, позиции. И на вас это сказалось вот таким, я бы, я бы сказал неприятным образом. Вот. То есть вы в эти, вы в отношения уже вошли в какой-то деструктивной позиции, может быть, даже в противоречивой какой-то позиции. Вот. Тут нужно смотреть. Итак, значит, полгода назад пишите, что вы общались с парнями, коллегами, общались и шутили, что это было временами и нечасто. На мой взгляд, здесь у вас возникает впервые чувство, которое вы сами себе стараетесь подавить. объясняет это себе всевозможными способами, объясняет себе это всевозможными аргументами, но факт с фактом, скорее всего, здесь что-то возникло. Хочется спросить, что у них с вами общего было. Я думаю, что вам было легко, комфортно, хорошо в этом общении. Что, наверное, означает то, что в других ситуациях вам было сложнее, тяжелее. Вот. Дальше вы пишите, что это было временами и нечасто, от кого это зависело. Потом я переехал в другую страну, он тоже иногда приезжал по работе, был небольшим следом, приглашал меня на ужин, даже давал местную валюту, чтобы я смогла ее самокупить. Когда я заболела, я пытался проявить заботу, нужны ли лекарства и прочее. Были поцелуи и романтики. Хочется спросить, а как нам все это реагировали вы? Здесь вот нельзя исключать факт того, что мужчина, ну, делал первые шаги, делал, делал, и не видел от вас никакого обратного действия. То есть не видел обратной связи. Ну, пока, может быть, он подумал, что он вам не нужен, что вы, в принципе, сами подтверждаете, говорят там, что у вас нет к нему чувств и так далее, и так далее. Как вы реагировали на его действия, потому что с его стороны активность была, а вот какая активность была с вашей стороны и была ли она? Честно говоря, пока не ясно. Дальше, в один день он редко прекратил общение. Я позвонил несколько раз, но не взял трубку. А вот, смотрите, человек прекращает с вами общение. Конечно, это неприятно. Это факт. Но давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию так. Если это неприятно и это факт, то вопрос заключается в том, как вы это восприняли. Как вы восприняли то, что человек перестал вам писать, отвечать и так далее. Наверное, вы же как-то к этому отнеслись. Лично я думаю, что здесь вы восприняли это на свой счет. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но на мой взгляд вы восприняли это на свой счет. То есть вы в какой-то момент решили, что все дело в вас, что вы ему не понравили. Понимаете, да? Вот то, что вы решили, что вы ему не понравили, то что вы об этом подумали, что вы так посчитали, что вы ему не понравили. И это говорит о том, что вы готовы как-то себя принижать. Дело в том, что ваш текст довольно сильно, по крайней мере для меня, отсвечивает... Ну, давайте скажем так, сдержанности. То есть есть ощущение, что вы человек довольно-таки сдержанный. Есть ощущение, что вы свои чувства... Ну, скажем так, привыкли либо подавлять, либо скрывать. Я не знаю, я не знаю, так это на самом деле или нет. Но если вы восприняли действия человека на свой счет... То есть вы, условно говоря, показали здесь свою готовность... Себя обесценивать... Ваше самолюбие ущемлено только потому, что вы сами себя обесценили здесь такого, что это говорит о том, что вы сдерживаете свои какие-то другие чувства, Другие какие-то твои проживания, вы подавляет. Вот. Если бы... Если бы... Если бы... Вы... Этого не делали... Если бы вы себя не подавляли... Вот. Нам еще... Нам еще... Предстоит... Найти... Где... И как... Вы себя... Подавляете... Нам еще... Предстоит найти... И увидеть... В чем вы себя... Пережимаете... То я не думаю, что вы бы... Эээ... Почувствовали... Что-то самое... Ущемление... Которое... Чувствуете... Сейчас... Кстати... Кстати говоря... Про... Ущемление... Хочется... Отдельно спросить... А вот... Это... Ущемление... Да... Которое вы... Описываете... Вот это... Ущемление... Или ущемленность... Вот... Что это из себя... Вообще... Представляет... То есть... Грубо говоря... Как... Как вы... Понимаете... Что это... Действительно... Ущемленность... Ущемленность... И... Как вы... Как вы... Ну... Скажем... Скажем... Отличается... Да... Вот... Как вы отличается... А... Ну... Ну... Ущемленность... Да... Например... Вот... От... А... Ну... Допустим... А... Каких-то... Других... А... Эмоций... Каких-то... Других... Чувств... И так далее... Вот... Это очень важный... Момент... На мой взгляд... На который... Вам... Нужно... Поискать... Ответ... Вы описываете... Значит... Его активность... Вы как будто бы... Говорите... Что... Я ему была нужна... Я ему была... Я ему была... Говорите... Вы... Не без... Не безразлично... Как бы... Как будто бы... То есть... А... Человек... А... Вам... А... А... Получается... А... А... Своей... Активностью... Да... Показывав... Что ему на вас... Не... Все равно... Вы... Почувствовали... Себя... Может быть... Нужной... Вы... Почувствовали... Себя... Себя... Может быть... Важным... И... Почувствовали... Себя... Значенным... Может быть... Вот... Что... Говорит о том... Что... В... 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 тем, что вы переживаете определенный профессиональный кризис. Может быть. Может быть, конечно, и нет, но тут в любом случае нужно смотреть на то, как вы себя воспринимаете. Нужно смотреть на то, как вы к себе относитесь и как в целом, насколько активной и интересной, скажем так, жизнью вы живете. Вот. Если здесь будут выявлены какие-то проблемы, если здесь будут выявлены какие-то сложности, вот, то это, вне всякого сомнения, нынно будет корректировать. Вот. И дело старается именно в этом. Дальше. Так. Значит, вовсе пропал, где-то видел на работе, понимал, что старается меня избегать. И вот вы переживали без чего. Собственно говоря, а из-за чего вы переживали? Вообще-то переживание – это определенная фрустрация. то есть вы начали чувствовать фрустрацию. Но важно понимать, какого рода это фрустрация, что она всегда представляется. Одно дело, например, если вы считаете, полагаете, что человек просто, ну, откровенно, скажем, так поступил плохо. То есть это вы считаете, что человек поступил неэтично, да, что люди вот так не поступают, да, люди так себя не ведут. Вот. Они не уходят. Ага. Значит. Ну, вот так вот, как, как, как ушел он, да. Одно дело, если вы считаете шаг. Другое дело, если вы на что-то начали рассчитывать, что у вас будут какие-то отношения с человеком. Хотя тут-тут вы немножечко себе противоречите, говоря о том, что вот мне был неинтересный, мне это было не нужно. Вот. То есть тут такое, я бы сказал, несколько, конечно, несколько противоречивая ситуация, вне всякого сомнений. Вот. Вот. Ситуация противоречит. Ну, мне нужно раздражаться. Если вы переживали, значит, как минимум вам не все равно. То, что вы пишете, значит, этому пока что немножко противоречит, вы пытаетесь убедить нас в том, что вам, в принципе, все равно. Это вот, на мой взгляд, является, конечно же, ошибкой, это является противоречием. То есть вам здесь нужно в первую очередь признать, 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 что вам не все равно. Вам нужно признать, признать, что вы, ну, испытывали что-то, что вы чувствовали что-то и, возможно, дали, что вы что-то хотели. У меня было ощущение, что, возможно, вы в какой-то степени стыдились. Вот вы, ну, по крайней мере, мне так показалось, что вы стыдились со своей, как бы, связью с этим человеком, понимая, что он, например, во всех отношениях ниже вас. Вот. Я прямо спросил, почему пришлось мне общаться? Для чего? Зачем вы это сделали? Самолюбие, конечно, мое было очень много. Но как? Есть ощущение, что вы здесь просто с молодым человеком играли, вот, не рассчитывая на что-то серьезное. Вот. И когда мужчина не захотел играть с вами в эту игру, когда мужчина, по сути, ну, как-то вот, дал понять, что ему, например, интересно, может быть, несколько другое, да, и так далее. Вот. Вот. Когда он выяснил эту игру, вы подчеркнули, что ваше самолюбие усимлено. Вот. У меня такой к вам, конечно же, вопрос за счет чего ваше самолюбие усимлено. Вот. Можете ли вы на это ответить? Можете ли вы это сказать? Замечаете ли вы, чем конкретно ваше самолюбие усимляется здесь, условно говоря, действиями, например, действиями человека? Как? Как? Как ваше самолюбие оказалось здесь задето? Ну, и так далее. Вот. На это нужно вам постараться найти ответ. Вот. Вам это будет всяко, всяко полезно, чтобы вы сами для себя могли ситуацию, скажем так, прояснить. Вам это будет очень и очень нужно. Дальше. Причем я занимаю хорошую роль, что я обычный специалист, так как это связано. Вот. И есть ощущение, что вы действительно не уверены в себе. Поэтому я его на дальше встречала. Привет-привет. На этом все. Он иногда продолжал приезжать к нам в командировках, который прям при огромном среде ясного неба. Я узнал, что он приезжает к нам на постоянку. Ему дали хорошую должность. Я очень расстроился в печице. Ой. Не хочу с ним пересекаться. Я из-за этого сильно переживаю, что он закрепил меня заигноров. Чувствовал теперь перед ним свою ищемленную, что ли, дашь. Вот. Ну, смотрите. Здесь, на мой скромный взгляд, ситуация заключается в том, как мне опять же это видится, ситуация заключается в том, что вы не позволяете себе злиться. Вы не позволяете себе злиться на молодого человека. Не позволяете себе признать, что вас это как-то задело, то вам это как-то неприятно, может быть, и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется, что дело здесь именно в этом. Ведь признаете себе, что вы злитесь, признаете себе, что... ну, если вы себе признаете в том, что вас эта ситуация... ну, вас эта ситуация... вот, что вы смогли бы дать выход своим чувствам. А так, получается, запрещая себе это, вы, конечно же, их блокируете и... эта блокировка снова и снова, по сути, на мой взгляд, как бы закупоривает вас в этой ситуации. Вот. Только... только... только потому, что вы не позволяете себе признать, что для вас это более важно, чем вы думаете. Дальше. Неприятно мне, чем? Как вас это делать? Как мне по-другому посмотреть на данный штат? А как вы на нее смотрите сейчас? Сейчас. Вот. На данный момент. Как вы смотрите на это средство? Что оно для вас? Что для вас означает? То есть, человек вас заигнорил. Ну, хорошо. Допустим, заигнорил. Но он же вам не интересен. Как вы сами сказали. То есть, если человек вам не интересен, а он вас заигнорил, то по-иде ничего, ничего страшного в этом нет. Нет. Но, получается, по крайней мере, по вашим, по вашим словам, получается, что что-то страшное в этом словах все-таки есть. Ну, а пока это будет все противоречие. Вот. И так оно есть. Ну, будет так. Так. Дальше. Вы переживаете сейчас какую-то другую проблему. Вот. Вы переживаете какую-то другую сейчас сложность. Возможно, кризис вы переживаете сейчас. Вот. Если это так, то это абсолютно нормально. В этом нет ничего плохого. Вот. И я думал, что вы переживая кризис, как-то вот вовлеклись в отношения с данным человеком. Как бы перенесел или переносел на него некие свои чувства. Из этого самого кризиса. Вот. Лично я думаю, что все дело в этом. На мой скромный взгляд, ситуация заключается именно в этом. И наша задача с вами разобраться в том, о чем же собственно говоря идет речь. Наша задача заключается в том, чтобы разобраться и понять, вот, о каком конфликте мы здесь говорим. Что с чем, если хотите конфликтовать. И когда и если мы с этим разобраться, я думаю, что вам полегча. Думаю, что вам будет легче. Ну, по крайней мере, вы сможете для себя понять, что делать дальше. Сейчас вы этого не понимаете. А, значит, это официально. Я бы сказал, что речь идет о том, что вы испытали взлоз, когда человек нашел вас игнорить. Но не разрешили себе ее проявить. Не разрешили себе ее показать. Потому что, вероятно, у вас не было для этого никаких аргументов. Уж, если вы интеллектуально разобраться человек, да, если вы, ну, вот, стадиционируете себя как человека, скажем так, с высоким интеллектом, вот, то вы не можете не требовать от себя объяснения, вы не можете не требовать от себя аргументов, ну, каких-то, каких-то своих действий, вот. И, на мой взгляд, именно это и сыграло с вами злую шутку. Если бы вы позволили бы себе больше эмоциональности, больше стандартности, если бы вы позволили себе больше себя проявить, вот, то, возможно, вам не было бы так неприятно в этой ситуации. Ну, и, конечно, довольно большую, на мой взгляд, роль играет то, насколько вы реализованы, скажем так, в личной жизни. То есть, если в личной жизни у вас наблюдается определенный, скажем так, простой, да, вот, если вы, ну, реализованы в личной, в своей личной жизни, вот, то, конечно, вы будете довольно-таки болезненно реагировать на такие ситуации даже при условии, если... Если вам, ну, молодой человек, например, особенно сильно и не нужен, вы будете реагировать просто-просто, потому что у вас нет возможности, или у вас... отобрали, к примеру, возможность почувствовать себя женщиной. Вот, вообще, вот, как у вас, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что вы женщина и так далее, или вы довольно много времени уделаете своей работе, вот если вы много времени уделаете своей работе, то, на мой взгляд, это еще один путь к тому, чтобы чувствовать то, что вы чувствуете сейчас, это тоже нужно, на мой взгляд, корректировать. Вот, ну, по-моему, скажем так, скромным, скромным миром, вот. Естественно, я ни к чему, ни к чему вас не призываю, вот, все это исключительно для вашего ознакомления, вот, но надеюсь, что вам это, как минимум, было не безинтересно, а как максимум, я надеюсь, что вас это назло на определенные мысли, которые и могут помочь вам в будущем действовать в таких ситуациях, как-то, ну, более, может быть, ага, ну, в своих интересах, что ли. Вот. Так. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. и я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сформулировать, ну, для себя позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот, и решить в этом смысле, хотите ли вы начинать работу над собой или нет. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.